Лучший способ испортить себе жизнь, это построить брусовой дом. Но если вы хотите настоящих приключений и веселья, вы должны купить дом на продажу, построенный из бруса. И сейчас я расскажу про один из таких домов. Поэтому обязательно досмотрите до конца, чтобы знать, что вас ждет. На днях, попадая в один большой поселок, очень много домов, порядка 40 штук, все прям видно построены вот одной рукой. Одна строительная компания, одна краска, одни и те же окна, все одни и те же технические решения, даже заборы практически везде одинаковые. На вид все выглядит очень симпатично, в каких-то домах уже живут, где-то даже дымок идет из трубы. Но видим на одной улице, такие дома еще только на стадии строительства. Еще стоят только коробки, и там дома 4 примерно строилось, или 5, или 4, там на разной стадии готовности. И в одном из домов копошатся рабочие. И решили туда зайти, посмотреть, что же там внутри настроено. И вот захожу я в тот домик, где уже работы кипят полным ходом. Значит, дом снаружи, первый этаж построен из бруса, второй этаж типа по каркасу построен, и первый этаж уже точно утеплен, потому что на второй я не стал подниматься, там лестница какая-то страшная была временная. Что я там увидел? Значит, первое. Дом построен, стены, первый этаж построены из бруса. 100 миллиметров, 150 на 100. Проложены просто какой-то вот именно обычной строительной ватой. Никакой там пакли, никаких ничего. Просто обычная вата. Значит, самый простой, кривой, дешманский брус, сырой. Уже где-то весь полопавшись, потрескавшись. И видно, что он весь кривой. Изнутри заходим, смотрим. Уже дом утеплен. Кстати, дом утеплен почему-то именно изнутри, в 50 миллиметров. А почему это хреновое решение, я рассказывал в этом видео. Все затянуто в пароизоляцию. Вроде так, все достаточно достойно. За исключением некоторых моментов. Значит, пароизоляция вся вообще, естественно, не проклеена. И явно, что ее не собирались проклеить. Потому что поверх пароизоляции уже нашита обрешетка под отделку, под внутреннюю. На стыках потолка со стеной тоже пароизоляция просто там сходится с каким-то небольшим нахлёстом. Никаких, ничего не проклеено нигде. Если где-то какие-то балки уходят в стену, то они просто рвут эту пароизоляцию. Ничто никак не обклеено, не проклеено. И кое-где в некоторых местах уже видно, даже под пароизоляцией образовался конденсат. Такой конденсат может образовываться когда? Когда у вас очень сырой материал. И у вас происходит суточный перепад температур. Как бы разница температур в обратную сторону. Дом за ночь остыл, в нём стало холодно. Потом днём вышло солнышко, нагрело стены. Влага и пар, тёплый воздух пытаются попасть внутрь стены. Упираются во внутренний слой пароизоляции. И образуется конденсат. Этот конденсат там прям видно сквозь плёнку полупрозрачную. Видно, что там его достаточно много в некоторых местах. Если бы материал был сухой, то такого бы не произошло. А здесь причина именно в том, что весь пиломатериал, особенно брус, он весь был мокрый, плюс он стоит под дождём. На него хреначит дождь. У неё никаких замковых соединений, как у профилированного бруса, нет. Поэтому сквозь утеплитель туда всё равно косым дождём попадает влага. Потом парни благополучно это всё зашьют сайдингом или доской на глушняк. И эта вся влага там, в общем-то, останется довольно долго. Она, возможно, когда-то выветрится сквозь деревянную отделку. Потому что все дома преимущественно обшиты деревянной имитацией бруса. Обычной сосной. То есть она, конечно, позволит влаге со временем выйти. Но всё равно влага своё дело там сделает. Её попало много. Видно уже, что она на пароизоляции внутри стен. Когда она там выветрится, никому неизвестно. А к чему это может привести? А к тому, что если влага будет достаточно долго воздействовать на деревяшки, деревяшки тупо сгниют. Они и так-то, как я сейчас дальше буду рассказывать, не сильно высокого качества это дерево. А если ещё и влаги добавить, зашить это всё плёнками, не обеспечить достаточной толщины продухи под фасадной отделкой, всё это начнёт нормально преть там. И довольно быстро сгниют и доски, и обрешётка. Всё, что может сгнить, всё начнёт гнить. Спрашиваю рабочего, бригадира, говорю, это дома на продажу на постоянное проживание? То есть люди здесь будут жить постоянно? Как дом позиционируется? Как дача летняя или дом для постоянного проживания? Он говорит, нет, здесь тёплые полы, вот всё у нас тут залито, это дом для постоянного проживания. Значит, чтобы вы понимали, 100 мм брус и 50 мм утепления. Это вот всё, что есть на стене. И 150 мм на потолке мансарды. Это вот всё утепление, какое есть. Как бы, да, если у вас особенно газовое отопление, конечно, вы в таком доме не замёрзнете. Но если у вас электрическое отопление, вы будете топить такие конструкции, даже с учётом того, что они вдруг будут герметично сделаны, как положено, всё равно расходы будут достаточно значительные. Покрутился, посмотрел на этот дом, думаю, дай пойду в другой посмотрю, спросил разрешение, можно ли зайти посмотреть в другой дом. Иду в такой же точно дом, только внутри ещё ничего не сделано. Просто стоит коробка, вот прям конкретно коробка из бруса, накрыта крышей, и внутри ничего нет. И, значит, там что сразу видно. То есть, это классика жанра строительства домов на продаже, особенно брусовых домов. То есть, тут плесень в углу, там всё синее, стропилки уже синевой чернотой покрылись, тут какой-то обзолб и мелькает. Брус лежит, я там ножом поковырял, там щели такие, там палец пролезает, там настолько уже этот брус весь усох, усел. И этих щелей не видно только потому, что прям туда целиком утеплитель запихнули, видимо, как он продаётся в рулонах по 5 сантиметров. Вот так его прям на полоски разрезали и положили между брусками, чтобы хоть как-то закрыть эти дыры между усевшимися брусками. Но самое главное, нет, это хрен с ним, как бы можно по идее передать делкой, перед тем, как будешь утеплять, взять всё обработать отбеливателем для древесины и потом антисептиком. Но, как построен этот дом? То есть, ладно, стена 100 миллиметров толщиной, она вообще неустойчива, то есть, при малейшей нагрузке, она её выгнет всю, там даже не помогут нагеля никакие. Значит, чтобы это всё не развалилось, что сделали строители? Они взяли изнутри брусового дома, внутри вот этой коробки, построили ещё отдельный такой, как фахверковый дом, такая стоечно-ригельная система каркасного дома, то есть, там стойки, стойки, стойки везде, балки, 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 и на этих балках лежат лаги. И самое удивительное, что эти лаги, они где-то стоят на вот этих вот вертикальных стойках с обвязкой, а где-то опираются конкретно непосредственно на стену. А стена у нас брусового дома что может делать? Она может давать усадку. Она не может давать усадку, она точно даст усадку, потому что это всё сырое, мочёное, когда это всё высохнет, стена сядет, а стойка не сядет, и, соответственно, у нас вся лага, которая идёт через весь дом, она вот так вот просядет. У вас полы на втором этаже будут просто вот так вот бугром. На самом деле, так можно строить, но нужно учесть один нюанс, что там, где у нас вертикальные стойки, где у нас опираются ригеля, на которых лежат балки в большом количестве, нужно обязательно применять винтовые опоры, которые позволяют нам компенсировать вот эту усадку стен и отрегулировать, опустить ниже вот эти балки-ригели, на которых лаги лежат. А там этого всего нет. Хуже того, вся эта конструкция собрана на чёрных саморезах. Вот просто на обычных, таких православных китайских саморезах чёрных вот так вот всё зашпиговано. Как бы и саморезами, конечно, можно всё это крепить. Единственный нюанс, чтобы это всё рассчитано было, потому что саморез какой особенностью обладает? В отличие от гвоздя гвоздь, ты вот две доски сбил, пытаешься их друг от друга оторвать. И гвоздь вот он гнётся, крутится, тянется, но он не ломается. А саморез, если ты его начинаешь вот так вот в каком-то конструктиве изгибать и пытаться оторвать, он просто лопнет в какой-то момент. Он большую нагрузку держит, но он просто лопнет вот так. Прям пункт, и всё. И проблема в том, что если это какая-то несущая балка, достаточно мощная, на которой что-то ещё лежит, опирается там, особенно когда у нас снег, давит через конструкции на что-то, что закреплено на саморезах, саморез просто так тьпок и отвалится. И это всё прям разом упадёт на башку. И это ещё не конец всех проблем. Вот что нам удалось узнать. Ладно, плёнку применили на крыше нормально, потому что часто колхозят и применяют неправильные плёнки подкровельные, при том, что утеплённая мансарда у нас по стропилам бывает. Но зазор, который применён в кровельной системе, в кровельном пироге, он очень маленький. То есть вот эта контрабрешётка, которая позволяет проветривать подкровельное пространство под металлочерепицы, а металлочерепицы, напомню, образует очень большое количество конденсата, очень влаги. То есть просто при суточных перепадах температур на металле столько воды выделяется просто из воздуха, что если она будет попадать в утеплители в доски, они могут просто приводить к гниению достаточно быстрому. Поэтому всегда под кровлей, особенно под металлической кровлей, нужно делать достаточно толстые продухи. Особенно, когда у нас большие скаты кровли, чтобы там гулял сквозняк, и эта влага, образовываясь, достаточно быстро выветривалась и не приводила к критическому накоплению её в древесине. И также тут по классике жанра строительство домов на продажу сэкономили на всём, на чём можно. На металлочерепицы, на самой, может быть, и не сэкономили, не знаю, какого качества металл, что за металл, какая толщина и так далее. Даже стоят торцевые планки по фронтонам. Но ни карнизный, ни капельный планок нет вообще даже близко в помине. Это приводит к тому, что когда вода у вас будет стекать с кровли в жёлоб, её может захлёстывать туда, под кровлю, и там тоже будет непонятно, куда она вытекает. Там из-под софитов, из-под отделки будет вытекать. То есть вот этот узел сделан будет тоже, скорее всего, неправильно. Потому что потом подсовывать карнизную планку можно, но, как правило, уже никто не делает. Её делают сразу. Сначала монтируют себе карнизные капельные планки, а потом уже кладут сверху черепицу, а не наоборот. И вот это, конечно, дичь такая. Низ брусовой, верх каркасный. Каркас этот обшит доской в горизонт какой-то прям дешманской самой, из которой палеты строят. Зачем это? Вообще, почему сразу весь брусовой не построили? Почему сразу весь каркасный не построили? Зачем на каркасный дом, который не даёт усадки? Его поставили на брусовой дом. Он даёт усадку и даёт её неравномерно. Это приведёт к тому, что может что-то перекоситься. Зачем дом снаружи обшивать вот так вот доской в горизонт? Для жёсткости это никак не влияет. Ну, влияет, но чуть-чуть. Там укосины влияют. Наличие укосин или какой-то жёсткой листовой обшивки. Блин, до ОСБшки дешевле обшить, чем этой доской гнилой. Плюс, это сразу выглядит вообще безобразно, как дом из... Как раньше строили дачные домики, обшивали плашками от деревянных ящиков, когда ничего не было. Вот выглядит примерно это вот так. В чём прикол? Непонятно. На самом деле, всё это не сильно страшно и непринципиально. Все эти косяки, вся эта синяя доска и брус кривой. Вы купив этот дом, этого всего знать не будете. Вы купите уже готовую, красивую картинку. Уже всё будет покрашено, всё зашито, утеплено, типа утеплено. И будет выглядеть очень даже товарно, очень презентабельно. Цена будет очень вменяемая, порядка 7-8 миллионов вместе с участком. И, естественно, на это и сделана ставка. Люди смотрят такие, о, дом 100 метров с участком, брусовой. Брус это круто почему-то в сознании людей. Надо брать тут окна, всё есть, прям... Всё, это прям топ решения. Мы хакнули жизнь, всё. А эти строители, все уроды, которые просят за то же самое по 9, по 10, по 12 миллионов, они все уроды и хапуги. А вот тут нормальные парни, смотрите, они в серии строят домов. Тут, я не знаю, там реально больше четырёх десятков домов этих построено. Надо с ними работать. Это крутая компания, крутой застройщик, потому что вот они здесь строят много. И уже это много кто купил. А реконструкция потом такого вот этого вот изделия будет стоить денег ещё примерно половину от стоимости самого этого дома вместе с участком. Если же хотите приключений, да, покупайте такое, стройте себе из сырого бруса дом и развлекайтесь там хоть всю жизнь. Мы принципиально не строим дома из бруса, особенно из сырого бруса, вот из такого, как вот здесь вот на картинках, которые я показал. Потому что построить из этого нормально практически невозможно. А если и возможно, то для этого нужно заказывать специально зимний лес. Это совсем другие сечения леса. И совсем всё по-другому строится. Не так, как здесь. Какие-то полуфахверковые конструкции в деревянной, в брусовой оболочке. Это строится совсем по другим технологиям, в другом темпе, с другой последовательностью отделки и эксплуатации. А если вы хотите себе нормальный каменный или каркасный дом, то приходите к нам по ссылке в описании. Выбирайте себе понравившийся проект. Мы его с удовольствием для вас построим. Самое, что страшное в этих домах, построенных на продажу, там, значит, видимо, ленточный фундамент. Непонятный такой фундамент. Ну, бетонная какая-то хренота. И там полы уже со стяжкой. Уже с заполированной стяжкой. Там тёплые полы. Если это всё, эти все полы сделаны по обратной засыпке, тут сразу вопрос, как это всё сделано. Потому что здесь сразу влияет качество отсыпки, подготовки, качество армирования бетона, толщина бетона. Эти полы, вот чуть обосрался в процессе производства этих работ, полы при нагрузке, там, рояль поставил, не знаю, там, шкаф поставил, просядет всё на этом грунте. Там ещё какие-нибудь грунтовые воды чуть-чуть разжижат грунт. И у тебя это всё вместе с полами, с тёплыми, просядет, лопнет, блин. И это вообще закончится просто переделкой всех вообще полов на первом этаже. С выносом всей мебели и половиной отделки. А этого всего вообще не видно. То есть, что они туда налили, как они это сделали, что там под этим, под всем, вообще непонятно. Подписывайтесь на наш канал. Здесь я рассказываю про лучшие дома Подмосковья. А с вами был Филипп и канал строительной компании SkyHome. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!